Мы сегодня с вами присутствуем в помещении, которое было предоставлено Одесским городским советом благотворительной организации, сокращенное название «Солнечные дети». То есть это организация, которая объединяет семьи мамочек, деток, у которых детки с синдромом Дауна. Это помещение у организации уже давно, но, к сожалению, средств и возможности отремонтировать, как мы периодически делаем ремонта, у них не было. И первый фестиваль организация проводила международный. Мы познакомились с председателем Оксаной Анатольевной Задьковой. Они пришли ко мне на прием и начали говорить о своих проблемах. И это первая, вторая, третья. И вот одной из проблем, это была проблема оказать помощь в ремонте помещения. То есть помещение в центре города, все хорошо, но жилой фонд уже далеко не новый. И понятно, полуподвальное помещение, что необходимо было уже что-то делать. Я говорю, ну давайте начнем с того, что самое необходимо. Так было дано поручение Управления капитального строительства. И начались подготовительные работы, составление проектной смертной документации и выделение средств бюджета. Ну первое, что эту идею поддержала депутатская наша комиссия профильная по бюджету. Ну, как всегда у нас бывает, выделяем одну сумму денег, строители заходят ремонтировать. Недостаточно, мы довыделяем. Опять же, это тоже все было поддержано. И сама организация о себе как бы уже рассказала, но она объединяет семьи, как уже было сказано, в основном мамы, потому что семьи неполные, где детки есть с синдромом Дауна. Надо отметить, что это не просто организация, которая объединила, вот они собрались, сказали, как им тяжело, как сложно, а они активно работают. И международный фестиваль именно такой категории деток, творческий фестиваль, он в этом году будет проходить третий раз. Они как раз объединяют и приезжают не только с нашей страны, но вот в прошлом году, я помню, с Белоруссии приезжали, с Румынии, Молдавии, то есть из других стран, поэтому и называется международный. Мы со своей стороны и в ремонте, и в проведении таких фестивалей уже третий год подряд, я имею в виду, мы городской совет в рамках программы равенства даем материальную поддержку, а именно финансовый ресурс, который заплатит за аренду или там другие расходы. Ну и хочется отметить, что это далеко не единственное помещение, которое мы оказываем помощь как общественной и благотворительной организации, что многие направления и в программе равенства, и в нашей программе социальной поддержки незащищенных слоем населения нашего города, как раз направлены на оказание помощи в такой категории. Это и мамы, у которых есть детки с инвалидами, и одинокие мамы, поэтому в бюджете на 2020 год, который мы будем вскоре рассматривать, эти все направления продолжаются и по отдельным увеличивается размер финансирования.